Где у нас стартап котики? Мяу, мяу! Как растут стартап котики? Пяу, пяу! Кто у нас стартап котики? Мы бестов, да бест, мяу! Станете юной корненой? Да, мы шам здесь не место! Продолжение следует... До экзита компании с 5 миллионами пользователей в Зимбабве ждать будет очень долго. 5 миллионов пользователей в Калифорнии? Вау, совсем другая история. Сейчас все тайны станут известны. Игорь, привет! Привет, Игорь. Побыв немного в долине, я понял одно из таких для меня открытий, то что ты очень уникальная личность в долине. И на самом деле, не только в русскоязычном сегменте, насколько я понимаю, и у тебя собраны уникальные знания. Потому что я достаточно много с кем здесь общался, и твое выступление на Синергии впервые, где я тебя увидел, было на самом деле самым информативным и самым интересным. В первую очередь, расскажи, пожалуйста, о себе, в том плане, что ты менял очень много разных амплата. Изначально ты с 98-го года, ты начинал как успешный предприниматель, ты сразу был успешным. Потом ты был адвайзером в некоторых проекторах. Потом ты был инвестором, да, в TMT инвестором. И ты себя называешь бродячим поэтом. Вот какому плану ходишь ты сейчас? Ну давай начнем с бродячего поэта. Во-первых, спасибо большое на добром слове. Я думаю, что всю жизнь, надеюсь, по крайней мере, остаться бродячим поэтом. Это некое состояние такой возвышенной эмоций. А то, чем я занимаюсь сейчас, я венчурный инвестор. И, как я постоянно повторяю, у венчурного инвестора должны быть две стороны. Одна сторона очень романтичная, другая сторона не менее циничная. Если ты становишься слишком романтичным, то ты начинаешь верить во все и верить в далекое прекрасное будущее. А если ты становишься супер циничным, то ты перестаешь верить в идею. А любой стартап, успех любого предприятия – это смесь. С одной стороны идеи, с другой стороны цифр. То есть получение клиентов, конверсии этих клиентов, заработок денег, рост стартапа и так далее. Совсем вкратце я родился в Сибири, в городе Новокузнецке. Вырос в еще одном шахтерском городке, Старый Оскол в Белгородской области. Известный, наверное, только Федором Емельяненко, моим замечательным. Твой земляк. Да, мой земляк, совершенно верно. Все мои предки родились в Украине. Мама, папа, дедушка, бабушка, Кировоград, Одесса, Николаев, Херсон, немножко Киев, Харьков и так далее. Так что вот такая очень своеобразная биография, наверное, типичная для многих постсоветских эмигрантов. Около 25 лет я живу в Америке. В Америке я создал несколько успешных стартапов, фотошеринговый сайт, фотки.com. Это уже в Америке происходило? Да, это в Америке уже было, в Нью-Йорке. Вместе с друзьями мы сделали Epsilon Games, где я был CEO. Более 70 игр мы написали, игровой портал. И я еще продал компанию, которая называлась V-Internship. Это был портал для интернов. Примерно 11 лет я преподавал в Беркли в Нью-Йоркском университете, еще в нескольких университетах. А сколько я знаю, ты до сих пор преподаешь? Нет, пару лет назад, к сожалению, перестал преподавать в Беркли. Но, в общем, это многому меня научили. Научили меня годы со студентами. От студентов учишься больше всего, гораздо больше, чем их учишь сам. Перестал, потому что времени не хватает? Времени не хватает. Или перестал учиться? Времени не хватает. И перестал учиться из-за этого. Времени не хватает, потому что я живу в Сан-Франциско. Это ехать где-то час пятнадцать в один конец, час пятнадцать в другой. Двухчасовая лекция. Вот у тебя весь день разбит из-за того, что ты приехал прочитать одну лекцию. Я партнер в компании TNT Investments. Мы один из самых успешных венчурных фондов вообще. Мы сделали 52 инвестиции. У нас 14 доходных экзитов, то есть примерно каждый третий. У нас маленький, но растущий список юникорнов. Компании, стоящих около миллиарда, миллиард и больше миллиарда. Ну, 14 экзитов, ты знаешь, что 14 успешных? Нет, 14 успешных как раз экзитов. Я имею в виду 14 успешных проектов, но еще из тех оставшихся еще будут дополнительные экзиты. Конечно, некоторые достаточно большие у нас компании, и мы надеемся, что экзиты будут огромными. С другими словами, можно сказать, что успешный проект, можно сказать, только на этапе, когда он уже сделал экзит. Согласен. До этого момента это пока... Абсолютно верно. И это, кстати, вот ключевой момент, которого не понимают, к сожалению, многие стартаперы. Дело в том, что, как любой предприниматель, я тоже мыслю в терминах компании. То есть у тебя есть клиенты, у тебя есть деньги, ты зарабатываешь эти деньги, ты решаешь проблемы клиентов, у тебя продажи растут, у тебя есть net income, чистая прибыль, и, значит, бизнес удался. Все хорошо, а если он еще и растет, то вообще удача на твоей стороне. Но, когда ты инвестор, это, конечно, очень важно, чтобы компания росла, это важно, чтобы она увеличилась в цене. Но ты зарабатываешь деньги только в момент экзита. Без экзита ты не зарабатываешь. Во время того, как компания работает, переносит прибыль, между инвесторами не распределяется прибыль? Есть разные примеры, когда компании выплачивают дивиденды. На самом деле мы публичная компания на лондонской бирже, мы тоже выплачиваем дивиденды. Мы выплатили около 10 миллионов долларов уже в дивидендах. Соответственно, те инвесторы, которые вложили в нас в самом начале, не только очень неплохо заработали в кэш, я уже сейчас рекламу даю пользуясь случаем TNT Investments, но и во много раз увеличили свои акции. Но мы в данном случае не очень хороший пример, потому что мы венчурный фонд. А с точки зрения компании, конечно, брать деньги из компании и распределять их между акционерами, наверное, не всегда хорошая идея до тех пор, пока у компании не было красивого экзита, то есть IPO. Прибыльный стартап. Владелец компании ежемесячно выводит в виде дивидендов 50-100 тысяч долларов ежемесячно. В итоге он привлекает инвестиции для того, чтобы компания росла быстрее. И будет ли считаться хорошим тоном, если он будет продолжать выводить такую же сумму денег при условии, что сохраняется прибыльность компании? Либо же это ненормальный тон, поскольку инвесторские деньги еще не окупились. Ну, я не знаю, примеры из реальной жизни либо придуманные, поэтому, надеюсь, никого не оскорбить своим ответом. 50-50. 50-50, да? Но вообще достаточно странная ситуация, потому что смысл приглашения любого инвестора заключается в risk sharing. То есть в том, чтобы поделиться риском. Соответственно, как основатель компании, как CEO, ты говоришь кому-то, я рискую, создавая бизнес, предлагаю тебе также взять на себя некоторый риск инвестиций, скажем, 3 миллионов долларов. За этот риск я поделюсь с тобой акциями компании. Но при описанной тобой ситуации происходит нечто другое. CEO говорит, я предлагаю поделиться с тобой риском, предлагаю тебе взять на себя некоторый риск, за который я дам тебе какие-то акции. Но что касается моего риска, я каждый месяц его буду уменьшать, потому что я себе буду выплачивать. Я, в принципе, могу представить себе подобного рода бизнес, в котором также и инвестор получает дивиденд. То есть, предположим, если это индустрия, если это сегмент, в котором очень высокая рентабельность, очень высокая доходность, и весь этот кэш, который генерируется, он совсем не нужен для роста бизнеса. Да, такое можно себе представить. Но для типичного стартапа это очень-очень необычно и с малой степенью вероятности. Безусловно, в принципе, стартапы редко когда генерируют прибыль, особенно здесь в Штатах. Абсолютно верно. Ну, то есть, в принципе, в данном случае это какая-то потеря свободы, вот ту, которую боятся предприниматели. Абсолютно. Есть старая пословица, что за все надо платить. И, соответственно, любое приглашение инвестора, ты платишь некой потери, некоторой свободы. Хотя очень часто разными сериалами типа Silicon Valley это все преувеличено до гротескных форм. Потому что в реальности венчурный капиталист или ангел инвестор имеет очень небольшие права до той поры, пока компания не стала огромной, пока не появились ситуации, вот типа ситуации с Uber, ситуации с WeWork, когда инвестор вкладывает миллиарды долларов, контролирует часть борда, и когда у основателя уже не 60-70%, а 10-15-20%. Инвестор, инвестирующий в компанию, по крайней мере здесь, получает права миноритария. Он очень редко инвестирует во что-то очень большое и очень большие суммы, если это только не ситуация с поздним WeWork, с поздним Uber и так далее. Секвой автор. Да. Вот. И, соответственно, права такого инвестора, они достаточно небольшие. Это права получать информацию, права иметь возможность участвовать в следующих сделках, иметь возможность получать то же количество акций, что и другие и так далее. То есть это некоторый достаточно ограниченный список. Если инвестор получает кресло на совете директоров, то добавляются еще определенные права, поскольку совет директоров одобряет бюджет, одобряет продажи и так далее. Получается, ты сейчас на 100% в инвестиционной деятельности, правильно? Либо же ты свое предпринимательское амплуа еще оставил? Мое предпринимательское амплуа – это как такой постоянно висящий в шкафу фраг, на который, когда вешаешь туда обычные рубашки, смотришь, вдыхаешь, вспоминаешь, как прекрасно в прошлый раз было в опере, как тебе было здорово, но как бы отряхиваешь пыль и дальше надеваешь обычные рабочие рубашки. Я постоянно ношу этот джезл в своем ранце, как говорил Наполеон про солдата, что хорош только тот солдат, в ранце у которого лежит джезл маршала. Я всегда надеюсь все-таки вернуться и все-таки что-то строить, но для меня полностью то, чем я занимаюсь, это ТМТ Инвестмент. Мы очень успешный, очень быстрорастущий венчурный фонд и, я надеюсь, с огромным будущим. Вы недавно вошли в ТМТ Инвестмент, в украинский стартап, который называется Retarget App. Вы стали лид инвестором там, если я не ошибаюсь, Павел Матвиенко зовут Сео. Скажи, вот чем вас заинтересовал этот проект? Вы вложили в человека, в данном случае в Павла, либо же были какие-то крутые цифры? И почему вы стали именно лид инвестором? Очень хороший вопрос, потому что здесь как бы две стороны. Одна сторона моя, я знаю Пашу, наверное, лет 7 или 8, может быть, уже. И я инвестор в его брата-близнеца Стаса Матвиенко. Я инвестор через мой акселератор Happy Farm, где я был председателем совета директоров. И он, на самом деле, Паша приходил тогда, и мы тогда познакомились. У меня успешная история оказалась. Да, да, да. Вот, поэтому если спрашивать меня, то для меня в первую очередь это инвестиция в человека, который мне очень нравится, который просто потрясающий предприниматель, замечательный просто человек, умеющий думать, умеющий расти. Я думаю, у него прекрасное будущее. С точки зрения нас, как инвесторов в TMT, ну, то, что это хороший человек, это как бы такой футноут, сноска такая маленькая, маленький астериск, что так же хороший чувак. Для нас самым главным было то, что Retarget App занимает очень важную нишу для тех, кто не знает, что это. Это приложение, которое позволяет людям, абсолютно непонимающим или только слабо понимающим, что такое реклама и маркетинг в социальных сетях, которое помогает им визуально и очень легко ретаргетировать и улучшать результаты своей рекламы в соцсетях. Это очень нужный сервис, он очень важен для большого количества стартапов. Соответственно, это а. большой рынок, б. существенная, как мне кажется, существенная проблема, которую компания решает, и ц. команда показала хороший рост, и мы верим в то, что они будут расти дальше. Это американский рынок? Это в массе свой американский, но в не меньшей степени, я думаю, это западноевропейский, азиатский и прочие другие. Но в первую очередь, да, американский. И плюс это рынок, который легко масштабируется. Абсолютно верно. То есть это тот продукт, который... Абсолютно верно. Я думаю, что они в самом-самом начале пути, то, что мне очень нравится в Павле и в его команде, это то, что они постоянно занимаются инновациями, и очень немаловажный момент, который выпускают многие стартапы, у них такой типичный бизнес by numbers, то есть бизнес, в котором именно цифры играют важную роль. И я не сидел на их кухне, хотя правда-неправда, я сидел буквально на их кухне когда-то, довольно давно, но я уверен, что внутренняя кухня их стартапа заключается в том, что команда внимательно смотрит на цифры и постоянно думает о том, как их увеличить. Это очень важно. Они уже прибыльные на американском рынке? Не могу ответить на этот вопрос, задай его Паше. Правда, что я много раз слышал такую формулировку, что любой стартап, который был успешен на рынке где-то кроме США, с малой вероятностью будет успешен здесь. И наоборот, что если он был успешен здесь, он точно будет успешен на других рынках. Да, я бы немножко модифицировал это. Я бы сказал, что нет гарантии, если стартап был успешен даже в Англии или Голландии, что он будет успешен в Америке. Тем более, если он был успешен, не знаю, в Казахстане, Украине и так далее. Очень другая система. Но я не сказал бы, что есть прямая корреляция. То есть, иными словами, три вещи. Первое. Если стартап успешен в какой-то стране, особенно очень далекой от США по своему строю, по своей системе, то вероятность того, что он будет успешен в США, не очень большая. Но это лучше, чем если стартап вообще нигде не начинался. Второе. Если этот стартап работает в индустрии, в которой точно такие же правила, как и в той стране, как и в Соединенных Штатах, то шансы очень большие, что он будет успешным. И третье. Очень сильно все зависит от сегмента индустрии. То есть, есть сегменты индустрии, где разные страны просто очень сильно отличаются, а есть, в которых они просто очень-очень похожи. Retarget App – это, по факту, не единственный случай, когда вы инвестировали в украинский стартап. И ты еще делал бизнес-акселератор, называется Happy Farm, если не ошибаюсь, 3 года назад это было. Мы проинвестировали в чуть больше, чем 40 стартапов, почти без исключения, по-моему, одно было только исключение, почти без исключения. Это были не просто стартапы, это были идеи. То есть, это были ребята с презентацией. Не продукты, не клиенты. То есть, вы ангельский инвестор? Мы, можно даже сказать, приангельские. То есть, мы просто какие-то инвесторы в такие… Мы инвесторы в эмбрион. Мы инвесторы просто в идею, в презентацию, в PowerPoint. И статистика достаточно неплохая у нас. Есть статистика, да? Да, да, у нас есть статистика. Слушай, ну просто на самом деле после истории, после количества пузырей здесь, то это на самом деле очень странно, когда люди отсюда инвестируют в идею, которая находится в Украине. Это правда, это правда. Ну, как бы все мои мама, папа, бабушка, дедушка и так далее, все родились там. Поэтому у меня… Я в армии служил в Украине два года в советское время. Поэтому меня так… В каком роде? Хмельницком и Бердичеве. Вот, поэтому меня периодически туда тянет, в ту часть. Вот, я в Киеве бываю довольно часто. И сейчас с друзьями мы делаем один потрясающий проект в Украине. Но расскажу о нем скоро. Это будет нечто совершенно колоссальное. То есть ты та движущая сила, которая манит американские деньги как раз-таки вот в Украину. В Фаусте Гёте Мефистофель говорит, я та самая сила, которая стремится делать зло, но получается добро. Это та самая сила, которая пытается заработать денег, но в итоге получается что-то доброе и хорошее. В Happy Farm это была как бы такая мечта Ани Дегтярева и моего партнера. Она была CEO, я был chairman. Это была наша с ней мечта построить в Украине, стране, где огромное количество предпринимателей, светлых голов, чудесных мозгов, построить инновационный вот такой центр. Находился кто в тот момент там? Аня жила в Киеве, а там была совершенно замечательная команда, наверное, 8 или 9 примерно человек, все из которых продолжили. Команда просто потрясающая совершенно была, которые все продолжили. Алена Колебаба, Данута, Писаренко, в общем, длинный достаточно список, которые все продолжили заниматься инновациями. Вот они находились там, акселератор находился там. Мы инвестировали совсем небольшие суммы денег, там 10, 15, 20, 30 тысяч долларов в каждый стартап. Но для Украины, тем более того времени, это были такие достаточные деньги, чтобы что-то начать. Начать, да. Да, начать, не более того. Ну, это более чем соответствовало там какой-нибудь сумме типа 100 тысяч долларов, которые в IC, например, класс. Здесь даже, я думаю, что 30 тысяч в Украине, это гораздо больше, чем 100 тысяч в Сан-Франциско. Задача была найти те стартапы, которые требуют небольших вложений, но в итоге могут войти на американские результаты. Абсолютно. Я чуть-чуть модифицировал. Найти те идеи, скорее даже, чем стартапы, поскольку это все были идеи. В результате у нас был красивый экзит. Компания Newsmate Truckly продалась компанией Piano американской, которая сейчас, ну, я надеюсь, что скоро подойдет к очень серьезной красивой оценке. У нас есть очень сильная, я упоминал ее уже, компания Allset, вот Стаса Матвиенко, которые подняли, по-моему, больше 20 миллионов долларов у компании. Это все оттуда? Да, да, да. У компании типа Андрей Синхоровиц. У нас есть очень сильный портал в Украине SweetStyle, который тоже вырос оттуда. Это, наверное, самый большой фэшн портал в Украине, может быть, ну, в Украине точно. У нас есть DataVis в Китае, то есть вот, ну, еще есть там 2-3. То есть вот почти, там, чуть более, чем каждая десятая компания стала более или менее успешной. Одна имела красивый экзит. И вот для уровня идеи это дико круто. Судя по цифрам, это какой-то невероятный ROI. Да. Ну, пока частично виртуальный, но, ну, то есть еще не реализованный, частично реализованный. Я не думаю, что большой секрет. Мы потратили немножко более миллиона долларов, по-моему, миллион пятьсот где-то вот так. Часть из этого вернули разными трейд-шоу с услугами, рентом, в общем. Вот. И да, я думаю, по результату будет очень красивый ROI. Ждем. Слушай, а почему тогда не продолжаете? Во-первых, это очень длинный, очень серьезный процесс. То есть это заняло годы и годы и годы. Во-вторых, это очень долго. В-третьих, ну, инвестируя десятки миллионов долларов, а надеясь, что скоро будет больше ста миллионов долларов, как венчурный капиталист, ты зарабатываешь гораздо больше, чем проинвестировав один миллион долларов на суперраннем этапе. Да, ну, там же, получается, рост больше будет. Рост тоже вопрос. Да, и это был ваш первый опыт, по факту. Я думаю, что если будете делать второй раз этот, то у вас результаты будут лучше. Абсолютно точно будем делать, но я боюсь обидеть большое количество хороших людей, высказав свою обычную инвективу насчет того, что ангелы, это просто недаром они называются ангелы, это просто святые существа, потому что они рискуют колоссальнейшие, просто нереально рискуют, вкладывая в компании, у которых нет ничего, по оценке, там, миллион, два, три, в отличие от ранних висей, к которым я в том числе отношусь, вкладывающих в компанию уже и с ревенюс, и с командами, и с историей роста, и с продуктом, и просто, ну, практически совсем с оценкой, там, в два, три, в четыре раза больше. Ну, риски не в два, в три, четыре раза, риски в 30, в 50, в 100. Поэтому чисто математического смысла инвестировать так рано по такой относительно большой оценке, чем, скорее, чуть-чуть позже, по оценке немножко выше, я не вижу. Поэтому святые существа, эти ангелы, которые это делают. Та модель, которая существует в Украине, то есть сильная разработка, сильная техническая часть, у вас есть модель позиционирования, упаковки продукта и продаж, то есть ты не веришь, что вот эту историю можно соединить и все-таки вырастить единый рост? Я верю, что эту историю можно соединить. Более того, то, чем я занимаюсь в Украине, но я немножко могу приоткрыть как бы кимоно, я пытаюсь с несколькими чудесными людьми построить, мы очень скоро это объявим, но я не могу сейчас, мы пытаемся построить новую. Да. Сейчас я расскажу все тайны. Сейчас все тайны станут известны. Но мы пытаемся как раз запустить, достроить, помочь достроить, не заново строить, а там есть некоторые элементы, достроить экосистему инноваций в Украине и построить нечто, чем можно будет гордиться и что будет так работать. Просто то, что ты описываешь, это только один кусочек. Фрагментарно так очень сложно работать, должна быть вся экосистема работает. Но экосистема, что ты включаешь в нее? Это разработка, техническая часть? Нет, чуть-чуть не так. Вот если ты посмотришь на Silicon Valley, здесь это просто так цветет, таким махровым цветом удачи. Университетский уровень, обучение людей, программирование, предпринимательство, STEM, soft skills, язык. Но здесь язык не нужен, тут и так английский. Университетское акселерирование, инкубирование, когда самые первые деньги, самые первые возможности, контакты менторов дают. Просто акселераторы, инкубаторы, ангел-инвесторы, ранние венчурные капиталисты, поздние венчурные капиталисты, корпоративные инвесторы, private equity инвесторы, mergers and acquisitions, IPO. Вот я перечислил сейчас 10 или 12 слоев такого layered cake, такого тортика с многими слоями. В Украине, в России, в Беларуси есть кусочки, есть фрагменты этого, но нету готовой системы. Она есть в Эстонии, она есть в Израиле, она есть в Великобритании, в США, но очень в Сингапуре есть, в Гонконге. В целом, если вот подвести такой небольшой итог по поводу, насколько ты считаешь украинский рынок, рынок IT перспективным, в каком виде это будет и, то есть это собственные глобальные продукты, вот то, что вы делали. Либо же это просто аутсорс, то есть у нас дешевая разработка, и мы просто продаем свои услуги разработки сюда, другим компаниям, не имея прибыли, просто получая за это деньги. Что касается описания, ты очень правильно описал, к огромному сожалению, к огромному сожалению, и Украина, и Беларусь, и все больше и больше Россия, и другие восточноевропейские, многие другие восточноевропейские страны, это не страны, существующие экосистемой инноваций, это страны, в которых есть там каких-то чудесное техническое образование, в каких-то даже его нет, а люди сами, благодаря прекрасным мозгам, получают навыки, там программирование, продаж и так далее, этим занимаются. И высокая мотивация тоже. Да, высокая мотивация, это точно, да. Выжить, мотивация выжить, это прекрасно, самая лучшая мотивация, это мотивация выжить. То, что ты описал, это абсолютно верно. Именно так, именно такая система и существует. То есть есть какие-то мозги, грубо говоря, руки, которые могут грести на этой галерии, и есть очень мало людей, которые ставят парус, есть очень мало капитанов, есть очень мало тех, кто, они есть, и они потрясающие, которые являются лидерами. То, чего не хватает таким странам, это достройка этой экосистемы, это то, что сделала в свое время Ирландия, в свое время Эстония, еще целый ряд Сингапур это сделал. То есть все вот эти вот части этого тортика многослойного, они должны существовать. Если какие-то части проваливаются, если, например, нет ангелов, то с чего начинать стартап? Если университет не помогает, то как молодому человеку без богатой семьи, без связей, с каких денег что делать? То есть люди просто идут и работают простым программистом, продажником и так далее, и так далее. И зачастую даже скопив какой-то небольшой капитал, который они могли бы употребить на стартап, и имея желание это сделать, они этого не могут, потому что не существует других частей, нету правильных контактов, нету правильных следующих инвесторов, акселераторов, ранних венчурных инвесторов и так далее. И как ты думаешь, что эту историю могут полностью закрыть IT-предпринимателей в Украине? Либо же нужна какая-то государственная поддержка обязательно? И государственная поддержка, и IT-предпринимателей. Ну, смотри, конкретно бывший Советский Союз, я боюсь, что сейчас будет слишком долгий мой уход в сторону, и я очень не хотел бы разрушить это интервью уходом в сторону. Я попытаюсь сформулировать кратко. Как историк, я знаю и осознаю скорее, что Советский Союз это некий такой failed state. И результаты этого failed state Украина, Россия, Беларусь, другие государства, каждый по-своему организован. Но в том поколении, в моем, мне 52, в твоем и так далее, очень сильно жива и память, и опыт нынешний существования в стране, в котором правительство не является оптимальным. Существование в стране, в котором люди, находящиеся у власти, делают все для того, чтобы обогатиться, и очень мало для того, чтобы страна стала лучше. Я не говорю, что американское правительство идеальное. Тут огромнейшее количество проблем. Но, тем не менее, в меньшей степени удается людям, находящимся у власти, обогащаться самим, и в большей степени страна функционирует успешно. Поэтому, естественно, немножко длинное вступление. Поэтому, естественно, что для жителей Украины, например, абсолютно естественно, что их отношение к правительству как к некому такому врагу. Но без, который постоянно пытается ракетировать, который постоянно присылает людей в масках, какие-то налоги, как-то ухудшает жизнь, не помогает этой жизни и так далее. Но если посмотреть на Ирландию, Израиль, Эстонию, Сингапур, и так далее, и другие страны, то там правительство просто потрясающе делает вещи. Оно потрясающе помогает. И мне кажется, что то правительство, которое сейчас есть в Украине, оно имеет все шансы на то, чтобы как раз вырастить такую новую систему. Без изменения этим правительством регуляций, без того, чтобы это правительство помогло привести иностранных доноров, иностранных инвесторов, создало прозрачную судебную систему, побороло коррупцию. Без этого, конечно, ничего не получится. В коррупционной, дико коррупционной стране с кучей проблем в судах ничего не получится. Судя по тем интервью, которые ты давал уже, ты рекомендуешь предпринимателям ехать в долину и искать деньги и счастье здесь. Вот скажи, на самом деле в Европе существует уже количество фондов, компаний-единорогов, которые инвестируют в профильные проекты, и они могут помочь не только деньгами, но и экспертизой. Понятное дело, что сами по себе американские деньги, они выгоднее, но это требует переезда менеджмента в Америку, что в свою очередь может повлечь ухудшение коммуникации в команде, удорожание, увеличение затрат твоих. Вот чем же все-таки американские деньги лучше, чем европейские? Ну, смотри, два вопроса. Мы пришли к последнему вопросу, он как раз простой, чем американские деньги, лучше европейских. Но давай я с чуть-чуть более сложного начну, с которого ты начал, насчет того, что бы я рекомендовал предпринимателям, скажем, Беларуси, в России, в Украине, в Казахстане, в Румынии и так далее. Мир стал очень-очень маленьким. И если в моей молодости вообще пересечь какую-то границу и куда-то улететь, это просто вообще была нереально сложная штука, то человеку с украинским паспортом оказаться в Вене или в Лондоне, ну, в Лондоне сложнее, там нужна виза, но там в Вене или в Париже просто вот так. Садишься на самолет и прилетаешь, тебе не нужна никакая предварительная виза, ничего, и дальше ты уже разберешься. Я не думаю, что теперь так принципиально важно, где живет человек. Мне кажется, это очень-очень второстепенно. Я думаю, что мир с колоссальной скоростью бежит в сторону очень прозрачного, очень маленького, очень сжатого мира и, безусловно, в этом мире все равно будет оставаться то, что человеку что-то близко или далеко. Например, мы собирались сделать встречу в Добром доме несколько дней назад в Пасифике, и я посмотрел, что мне ехать туда почти час, и обратно час. Я сказал, ребята, сори, я два часа не могу просто в дороге провести. А там есть места, куда мне ехать 10-15 минут от Fisherman Wharf, и туда я с удовольствием еду. Соответственно, да, вот это расстояние, оно играет какую-то роль, но совершенно не принципиально, где находится команда. Абсолютно точно, что с точки зрения инвесторов, с точки зрения бизнеса, какие-то ключевые люди должны находиться в каких-то ключевых местах. Не обязательно, кстати, Сан-Франциско. Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лондон, Лос-Анджелес и так далее, и так далее. Для каких-то индустрий очень важные места. То есть, первый ответ такой, не важно, где находится человек, важно, насколько быстро растет бизнес и где находятся клиенты. Вот если клиенты находятся в тех местах, где эти клиенты очень вкусные для потенциального покупателя, отлично, вот это самое главное. Если они находятся, я не знаю, там в каких-то, ну не хочется называть страны, там в Зимбабве, ну кого интересуют там 5 миллионов пользователей в Зимбабве. В принципе, могут быть ситуации, когда они могут быть интересны, там 5 миллионов пользователей телекомов в Зимбабве, но там скорее всего экзита компании с 5 миллионами пользователей в Зимбабве ждать будет очень долго, с некоторыми исключениями. 5 миллионов пользователей в Калифорнии, вау, совсем другая история, ну просто вообще другая. Это первое. Второе, по поводу того, почему американские деньги лучше. Да, лучше. Более того, лучше именно калифорнийские деньги, не просто американские. Не потому, что они какие-то волшебные, а потому, что те, кто дает их, они немножко более опытные, они немножко больше понимают, что такое быстрый рост. Инвесторы, да не обидятся на меня, обидятся, конечно. Инвесторы там в Бостоне, Вашингтоне, Нью-Йорке, классные, хорошие ребята, но они не живут в среде бешеного роста. Да, есть куча исключений. Есть там Фред Вилсон, например, Union Square Ventures, у которого огромное количество дико успешных в Нью-Йорке, дико успешных стартапов. Но в целом именно инвесторы из Silicon Valley, из Сан-Франциско, там может в меньшей степени Лос-Анджелеса, понимают быстрый рост, связаны с другими такими же инвесторами, могут помочь с ключевыми сотрудниками, могут помочь с кредит-лайн в банках в какой-то момент, когда это нужно будет и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, эти деньги лучше. И любой стартап, в отличие от просто малого бизнеса, это компания, которая должна быть настроена на масштабирование, на быстрый рост и на экзит. Соответственно, если ты находишься в Калифорнии, об этом много есть исследований, много цифр, которые легко найти. Вероятность твоего экзита и экзита по большой цене очень резко возрастает. Мы инвестируем в те компании и на тех рынках, где велика вероятность нам заработать денег, велика вероятность экзита. Давай подведем итог. В два раза может отличаться стоимость компании, которая находится в 10. И в 2, и в 10. А может не отличаться. А может, наоборот, отличаться в ту сторону. Но, скорее всего, может и в 2, и в 3, и в 5, и в 10. Отличаться по той простой причине, что компания, у которой много, не знаю, румынских, болгарских, польских, чешских, или даже австрийских клиентов, да, она классная, она хорошая, но еще раз занудно верну, занудно-призанудно, к самому главному тебя. Какова вероятность экзита, какова вероятность покупки? Сколько экзитов в Австрии? Есть, но их очень мало и не по очень хорошей цене. Сколько экзитов в Калифорнии? Безумное количество по супер-классной цене. Все время, на самом деле, говорят все о том, как конкурировать за инвесторские деньги, да, но, на самом деле, у меня сложилось впечатление, что если у тебя хороший продукт, с хорошей аналитикой, ты понимаешь, как расти, как масштабироваться, то, ну, у тебя, в принципе, вопрос о деньгах, он вообще у тебя не существует. У тебя существует вопрос, у кого брать эти деньги. Я имею в виду, ты конкурируешь с другими инвестфондами. Ее практически нет. Самый прикол, это, кстати, очень интересная была бы тема вообще для отдельного такого. Я не читал ничего на эту тему. Я вот думаю, это был бы совершенно замечательный блог на тему объяснить, что такое конкуренция между инвесторами. Ее практически нет. Она есть немножко, но ее практически нет. Дело в том, что, во-первых, любой инвестор хочет делать хеджинг. То есть, вместо того, чтобы взять и весь фонд положить в одну компанию, ты скорее лучше разложишь в 50 или в 100, правильно? Потому что шансы, ну, просто увеличиваются чисто статистически, что у кого-то из них будет успех. Потому что шансов, что это одна может провалиться, их достаточно много. Так же, как, что и провалятся другие. Поэтому хеджинг – это то, что, ну, просто статистически много раз доказано, что хеджинг работает. Почему существуют хедж-фонды, которые раскладывают по разным акциям и по разным типам инвестиций. Первое. Второе. Смысл того, чем занимается любой инвестор, это в первую очередь создать большой и уникальный deal flow. То есть, вот то, что я с утра до вечера делаю, я пытаюсь делать нетворкинг, я пытаюсь строить некое такое свое реноме, как инвестора, я пытаюсь общаться с большим количеством предпринимателей. Из этого потока, приходящего ко мне deal flow, я пытаюсь выбрать самые вкусные, с помощью моих коллег, партнеров, мы пытаемся выбрать самые вкусные, самые золотые стартапы. Первое. Второе. Да, конечно, не хочется инвестировать по оценке 100 миллионов в компанию, у которой, там, не знаю, миллион долларов прибыль, продажи. Вот. Ну, просто это как бы маловероятно, что такая оценка может быть. Вот. Но я не думаю, что оценка компании настолько очень принципиальна. Дело в том, что рынок очень быстро определяет стоимость. То есть бабушка, продающая семечки на рынке, не может их продавать по цене, там, в 100 раз больше, там, если только случайно просто кто-то не будет пробегать мимо и не схватит этот стаканчик. Систематически это не получается. Рынок довольно быстро скажет бабушке, какая должна быть цена. Если бабушка не согласится, скорее всего, она останется без денег, просто никто не будет покупать по безумной цене. Соответственно, рынок очень быстро говорит любому стартаперу, даже сумасшедшему считающему, что миллиард долларов стоит его маленькая идея. Реально, сколько это стоит? И зря пытаться кого-то убедить, вот, как бы вести эти неглушейшинс в массе своей в венчурные капиталисты не делают. То есть они говорят, что, ну, вот, да, ты считаешь, что 25, меня бы устроила оценка 20. Как бы подумай, походи там, вернись. А если ему предлагают 25? Если достаточно инвестору при этом это нравится, инвестор считает, что это безумно крутая штука, то, как правило, он скажет, ну, давай по 22 или по 23. И чаще всего из моего опыта на каком-то, если это лид-инвестор, то есть если это инвестор, предлагающий условия, если это инвестор, просто присоединяющийся там на полмиллиона миллион, он может либо присоединиться, либо не присоединяется. Лид-инвестор задает тон. Да, лид-инвестор – это тот, кто делает вот предложение и говорит, мы инвестируем там конвертабл ноут с кэпом там 25 миллионов и так далее, и так далее. А это второй момент, который я длинновато отвечаю, но пытаюсь как бы очень подробно и четко ответить. А третье – смысл стартапа, если это не малый бизнес. Если это малый бизнес, смысл его просто зарабатывать денег. Точка. Больше никакого смысла нет. Смысл стартапа, в отличие от малого бизнеса, вырасти и иметь шикарный экзит. Вот то, чем отличается одно от другого. Ресторану экзит не нужен. Это ресторан, он зарабатывает деньги, жизнь прекрасна, все хорошо. Стартапу, который как бы зарабатывает деньги, но не растет, у которого нет перспективы экзита, но это просто малый бизнес. Это не стартап. Стартап – это вот там Uber, WeWork, Lyft, Facebook, Google и так далее. Это то, что стартап. Соответственно, цель и смысл стартапа заключаются в росте. Цель и смысл венчурного капиталиста заключаются в том, чтобы заработать. То, что венчурный капиталист хороший должен делать с утра до вечера, это создавать делфлоу, находить классные стартапы, потом этим стартапам помогать. Ты рассказывал историю про то, как вы чуть не вошли в Пинтерест. То есть у них были очень крутые показатели, был высокий рост, была прибыльность, я так понимаю. Не было никаких ревенюс, ноль. Ревенюс, ноль. Вообще никаких. То есть был рост. Да, ноль продаж. Это был интересный продукт, тем не менее. Ну, как интересно. Он не соответствовал нашей философии, но если бы мы тогда инвестировали, мы бы заработали в 300-400 раз на этой инвестиции. Ну, допустим, что вы решили инвестировать, а помимо вас еще есть 3-4 инвестора, которые хотят взять вот эту вот долю. Какие могут быть у вас преимущества по сравнению с другими инвесторами? Это как ни странно, да. Это как ни странно вопрос, с которым мы, может быть, за всю историю мы рассмотрели более 12 тысяч сделок. И с такой ситуацией, может быть, сталкивались раз 5 или 6. Ну, сталкивались. Когда есть очень много кандидатов, включая нас, и стартап говорит, ну, вот я не знаю, взять вас, либо взять вот этих, а в чем вот ваше преимущество. И, в общем, достаточно простая и понятная ситуация. Ты говоришь, наше преимущество там в этом, в этом, в этом. У нас есть такой-то опыт. Мы строили компании и масштабировали. Там мои партнеры построили РБК, более чем миллиардную компанию. Я построил фотки 25 миллионов. Я построил там еще разные стартапы. Я продал в интерншип. У нас есть очень много опытов с экзитами. Мы очень хорошо понимаем бизнес-модели. Если это какой-то сегмент, который мы понимаем, там, software, the service, например, subscription и так далее, то мы можем очень много чем помочь. Мы знаем других инвесторов, можем их тоже привлечь. И мы знаем каких-то ключевых людей, которых вы можете нанять. Все. Больше мы ничего, ничем вам не можем помочь. Ну и личное общение, так понимаю. Да, да, да. Ну, личное общение, ты знаешь, после инвестиций, если ты не член совета директоров и ты чем-то не очень нужен стартапу, то там его достаточно мало, потому что CEO обязанность не держать с веси счастливыми. CEO обязанность растить компанию, делать уникорнов. Все, больше ничего. По поводу уникорнов, у вас в портфеле было и есть несколько уникорнов. Ты знаешь полностью всю структуру изнутри. Какие можешь ты сделать выводы, вот почему вот эти компании стали единорогами, а другие не стали? То есть, что их отличало от других компаний? Блестящий совершенно вопрос. Я думаю, что если знать на него ответ, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Если знать на него четкий ответ, то можно просто быть чемпионом мира по всему. Ответы про биткоин не принимаются. Да, да. Смотри, я думаю, что сформулировать можно так. Все компании, которые добиваются успеха, их отличает три-четыре таких основных момента. Один из основных моментов это умение и желание расти. Это полная заточенность на рост. Это то, что все, о чем думает CEO и команда рост, рост, рост. Больше ни о чем. Ну, естественно, есть куча там, нужно не забывать дышать, сердце должно биться, ты должен что-то есть, поддерживать штаны и так далее. Но с точки зрения фокуса команды рост, 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 рост. Первое. Второе. Этот рост не должен быть безумно дорогим. В нашем опыте, в том числе, это ломало компании, когда рост слишком дорогой, слишком быстрый. То есть revenue далеко не перекрывает те затраты, которые есть. Да, это, кстати, была ситуация с Pinterest, потому что там был гигантский совершенно burn rate, ноль, как мне показал CEO вот такие, какие revenue. У них монетизации не было вообще. Вообще. Много-много лет. Вообще никакой монетизации. Да, это достаточно страшная штука, но вот компания стоит 20 или больше миллиардов долларов, честно, так что who is laughing now? Вот, значит, следующий момент очень-очень важный, это numbers driven, я не знаю, как сказать по-русски, компания, которая руководствуется цифрами. То есть я, хотя и там человек с несколькими историческими образованиями, но также человек с MBA, компания, которая постоянно считает, какой у нас conversion, какая у нас стоимость приобретения клиента в этом канале, в этом канале, какой у нас CAC, customer acquisition cost, какой у нас lifetime value, какой у нас churn, какие у нас returns, то есть numbers, 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 numbers. И компании, которые постоянно, CEO, который просыпается и ложится спать, думая о цифрах, это очень сильно CEO. И когда ты говоришь с основателями компании, которые говорят цифрами, ты говоришь с людьми, которые в огромной степени вероятности будут успешны. Когда ты говоришь с людьми, которые говорят не квантативно, а квалитативно, то есть это классно, это хорошо, это быстро, то чаще всего ты говоришь с людьми, которые не вырастут. Когда ты говоришь с людьми, которые говорят, у нас есть 8 каналов приобретения клиентов, приобретение здесь стоит столько-то, здесь стоит столько-то, это изменяется так-то, это улучшается так-то, у нас черный был такой-то, теперь стал такой-то. Блин, это просто музыка для твоих замученных ушей. Сильно важно, чтобы это был какой-то виральный трафик, а не только покупной, допустим. Ну, я некоторое время, когда мы с моим другом строили фотки, мы даже не знали, что мы занимались как раз именно виральностью, что мы именно строили виральные связи между пользователями, потом я несколько лет преподавал это в Нью-Йоркском университете, в Беркли, безумно важная штука, она не всюду работает, в B2B очень тяжело построить виральность, хотя можно, и есть свои способы, но в принципе виральность это самый шикарный способ роста, потому что это твои клиенты, продающие тебя, ну, что может быть круче, чем виральность? Интерест, я понимаю, это был виральность, 100%. Ну, они, естественно, потратили кучу денег на рекламу, на пиар и так далее, но основной рост, конечно, был виральный, то есть человек там собирает коллекцию фотографий сумочек, постит эту коллекцию в соцсетях, прибегает куча народа, говорит, ах, самая лучшая фотоколлекция сумочек, репостит это, вот рост в Интерест, коллекция сумочек. Сколько у вас было вот таких вот гигантов известных, я так понимаю, что это был Taxify, который Bolt, да, называется теперь, вы сделали экзит? Нет, нет, Taxify мы полностью, у нас не было никаких экзитов, у нас был очень красивый, почти миллиардный, это публичная информация, ExitRike, сейчас компания стоит, уверен, что больше миллиарда, поскольку там очень большое, во-первых, они выросли сильно, во-вторых, там большой private equity инвестор, который, ну, явно положил туда непублично, я уверен, какую-то очень серьезную сумму, поэтому это тоже миллиардная компания, у нас есть приближающаяся, я думаю, скоро к уникорну PipeDrive, где мы были среди самых первых инвесторов, у нас есть, я уверен, что они вот-вот станут уникорном Летот, который купил Lord & Taylor с продажами миллиард 400 миллионов, вот, соответственно, сейчас они синтегрируются, и они начали там только-только что начали в первых магазинах продажу, не просто продажу одежды, а продажу аренды одежды, то есть ты можешь за 60 долларов в месяц просто каждый день приходить и арендовать новое платье. Вы еще стали, вот тогда вот, пару лет назад был хайп, когда Telegram искал инвесторов, вы проинвестировали, так понимаю. это такая история, про которую я не могу публично рассказывать, но, в общем, мы имели отношение в самом-самом начале к Telegram. Что бы ты порекомендовал людям, которые делают технические стартапы, находясь в Украине, Белоруссии, России, то есть на странах постсоветского пространства, и он у них хорошо идет, возможно, это аутсорс, возможно, это свои собственные продукты. Что бы ты порекомендовал, как выходить на глобальный рынок, возможно, сразу стоит протестировать свою модель удаленно, прежде чем переезжать на Абум и искать, пытаться здесь деньги? Какая последовательность? Ну, я полностью с тобой согласен протестировать, не переезжать на Абум, это достаточно серьезно, особенно, если у тебя ограниченное количество ресурсов, времени и возможностей, конечно, взять и все вложить во что-то одно достаточно опасно. Но я расскажу одну историю моего старого знакомого Алекс Велш, наверное, ничего нынешним зрителям и нынешнему поколению это не говорит, это основатель Фотобакета, которого я знаю достаточно давно. Алекс вместе со своими партнерами в Колорадо, такой, ну, достаточно стартаперский, но не самый стартаперский штат, начал сервис, достаточно начал поздно, уже были мы, фотки, уже были еще куча других, который назывался Фотобакет, который просто делал хостинг для фотографий. Казалось бы, что он пришел уже на рынок, который был просто забит, но он сделал одну вещь, о которой не догадались мы. Он увидел, что большое количество людей занимается тем, что тогда, сейчас даже слово это пропало, тогда имело очень такой плохой звук, называлось это хот-линкинг. Сейчас уже люди даже не знают, что такое хот-линкинг. Хот-линкинг – это когда ты делаешь, к сожалению, англицизмами буду говорить, имбеддинг фотографии в страницу. То есть, когда у тебя не страница, где URL, нажми сюда, и откроется фотография, когда у тебя в HTML-странице вделана хот-линкт фотография, то есть, ты открываешь страницу и там фотография, у тебя нет там ни ссылок, ничего, просто фотография. Эта фотография хостится не, скажем, в этом магазинчике, который у тебя есть, она хостится где-то в другом месте. Когда наши пользователи стали этот хот-линкинг делать, и не только у нас на фотках, мы посчитали, что это абьюз, абьюз, потому что идет трафик, рекламы никакой нету, как бы, то есть, люди выкачивают трафик, стоит денег. На эти фотографии, там смотрят, там у нас были фотографии, где там 200 тысяч человек, то есть, у нас 200 тысяч раз этот файл был прислан с нашего сервера, мы получили ноль, а потратили достаточно много денег. Ужас, ужас считали мы и как бы обрубали такое все. Абьюз, абьюз, абьюз. Наши пользователи сказали, так, что делаем, во всех группах активно стали искать, нашли какой-то странный сервис, который Алекс начал, который назывался Фотобакет, в котором не было никаких тех сложностей, которые мы годами писали, альбомов, каких-то паролей, каких-то там красивых презентаций этих альбомов, каких-то видео из фоток, ничего такого, просто обычная тупая страница, подчеркиваю, тупая, обычный HTML, где ты нажимаешь upload фотографию, аплоудишь фотографию и дальше можешь отлинкать. Алекс продумал вот какую штуку, если толпа народу начнет туда приходить, а в итоге там десятки миллионов к нему, он перерос нас вот так, то есть мы росли вот так, он рос вот так. За какой период? Ну, за несколько лет, то есть лет, года за три, за четыре, он вот такой вот показал, просто безумный совершенно, он вырос там, я боюсь даже сказать, типа там 150-200 миллионов пользователей, то есть в 10 раз больше, чем мы. народ стал туда приходить, народ стал это постить, и у него трафик стал выкачиваться просто дикий, а тогда трафик был дорогой, почти 20 лет назад. Ему стало это требовать огромное количество денег, а продаж-то особых не было. Ну, то есть человек приходил повесить фотку, тут ему показывали рекламу, все было бесплатно, и дальше начинал выкачиваться трафик. И мы смотрели на Аликса и думали, человек просто ку-ку, мы деньги зарабатываем, у нас там каждый месяц идут профитс, и у нас там уже продажи такие серьезные, а чувак просто, ну, все, он остался без денег, он заложил, это насчет риска, он заложил свой дом, там, жена, дети, все в ужасе, то есть, ну, просто вот он ва-банк пошел. Но в итоге он вырос вот так, он приехал в долину, первый же встреченный им виси сказал, вау, чувак, это круто, дал ему денег, значит, он дальше стал расти, буквально через там год или два его купил Майспейс за 350 миллионов. Вот, так что, кто смеется сейчас? Поэтому, мне очень длинноватая история, но к чему она? Насчет того, что иногда нужно наплевать на риски, как это сделал Алекс, в отличие от нас, которые пытались быть доходными каждый месяц. Если ты хочешь стать Илоном Маском. Наверное, наверное, он, кстати, много раз рискнул, и не раз рискнул очень круто. Я всем насчет риска советую замечательную книжку Бена Хоровитца, это сооснователь Андрисин Хоровитц, партнер Марка Андрисина, который называется The Hard Thing About The Hard Thing. Очень советую. Там вот как раз параглав про риски, про то, что никогда не знаешь, чем ты рискуешь, но в риске есть свой такой раш, но, скорее всего, риски страшны. Особенно при таких вот резких движениях, то есть забить на прибыльность, уехать, взять деньги, вот реально увеличивается вероятность ошибки. И, допустим, если я как предприниматель, я взял деньги и понимаю, что я взял деньги не у тех людей, не у твой инвестфонд, возможно, мне с ними ментально некомфортно, возможно, они мне никакой экспертизы не дают, но долю уже продал, мы уже партнеры, как выйти так, чтобы всем было хорошо и не потерять лицо. Ну, слушай, тяжелая очень ситуация, потому что, если у тебя вкусный и быстроразвивающийся бизнес, то инвестор же не дурак и скажет, вау, что это я буду выходить, у тебя там все хорошо и все классно. Поэтому в практике международного бизнеса сейчас скажу вещь, которая не совет, как поступать, а просто рассказ о практике. То есть, когда вы занимаетесь mixed martial arts и вам показывают удар локтем в переносицу, это не удар, который надо практиковать, это совершенно страшный и вероятно убийственный удар. Но в мировой практике существует такая вещь, как poison pill, отравленная пилюля. Когда бизнес не может договориться, он говорит, ладно, сейчас мы начнем падать и ты сам захочешь из нас выйти. Это страшная вещь, я этого не советую. Ну, я думаю, лицо здесь в этом случае уже не сохранишь. А если у тебя есть инвестор, то этот инвестор, каким бы он ни был, кем бы он ни был, какие бы у тебя с ним ни были отношения, это человек, который когда-то рискнул и дал тебе деньги. Соответственно, у тебя перед этим человеком есть обязательства. Если бизнес твой работает ни шатка, ни валка, то, конечно, этот инвестор согласен выйти. Или, если этот инвестор достаточно приличный, достойный человек или организации, он видит, что не хочет с тобой работать этот человек, то он пытается найти какой-то компромисс, в котором он бы заработал достаточное количество денег и в котором он дал бы какой-то апсайд, то есть вероятность успеха этому стартапу и сам получил бы какой-то апсайд. Предположим, он инвестировал для простоты 100 тысяч, а получает 800 тысяч. Прекрасный результат за три года. То есть просто выдать долю с какой-то увеличенной стоимостью? Да, иногда можно выдать, да, конечно. Ну, однозначно, выдать долю по той же стоимости, это, в общем, хамство, потому что человек рискнул, дал тебе деньги и как бы просто возвращаешь эти деньги после таких... Ну, я слышал в истории там x-полтора вот. Ну, нет такого вот, как бы, знаешь, ярдстик, что вот именно вот так. Я со своей точки зрения посчитал бы, что это неудача 50% за там 2-3 года, ну, то есть это нисколько. Ну, и от суммы денег тоже так надо делать. От суммы денег зависит от инвестора, зависит в целом, можно понять людей, которые попадают к не очень профессиональным инвесторам, но можно понять и этих инвесторов, потому что какой бы человек ни был, он рискует своими деньгами, он говорит, вот тебе деньги, я верю тебе, там, возьми эти деньги. Проходит некоторое время и стартап говорит, слушай, я тебе готов эти деньги вернуть. Ну, окей, ну, у тебя все так стало круто, я рискнул своими деньгами, ты теперь просто готов рискнуть, нет, вернуть, нет, мне это не подходит, верни там, я не знаю, с 50% годовых. Будем надеяться, что в таких историях не будет происходить, все будут находить свою любовь. Это правда. Инвесторы своих предпринимателей, предприниматели инвесторов. Это правда. И на самом деле, вот эта информация, которую ты даешь, она настолько полезная, что я представляю, что насколько у тебя может быть много последователей, которые в итоге превратятся в единорогов. Поэтому мне кажется, что ты вот делаешь правильно, что ты даешь интервью, и это невероятно круто, это невероятно полезная информация, которую в принципе в странах постсоветского пространства получить, как по мне, невозможно просто. То есть ты можешь по чуть-чуть ухватывать, но вот на самом деле инсайдерская информация, которую ты даешь, она очень полезна. Да, спасибо тебе большое. Где стартап котики? Где стартап котики? Кто у нас стартап котики?